Я снимаю, кушаю и тут, знаете, так пламя выходит. И все как один пишут, господи, что за прикид. Прошлась по соседям, не нашла дятла. Всем привет, мои хорошие, с вами Аки Эмири. И сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Сегодня немножко другой ракурс, как вы видите, как вам? Мне кажется, интересно, только вот этот вот стул мешает, а вот так вот самое то. Почему я взяла этот ракурс? Потому что здесь было много чего. И все это не поместится на мою вот эту нишу, которую я всегда ставлю здесь и снимаю для вас видео. Ну, в общем, технический момент у нас сегодня замечательная, запеченная рыбка. Это скумбрия. Также здесь два соуса. Попить обязательно. И давайте не будем томить и начнем. Обязательно пишите в комментариях, как вам вот этот вот фон. Почему-то всем нравится именно, когда я снимаю в гостиной. Где я только не пробовала и в своей комнате снимать, и на кухне. Но почему-то всем нравится только гостиная. Но раз вам нравится, мне несложно здесь снимать. Давайте начнем. Здесь рыбы очень много, и я думаю, что я все это не съем. Точнее, я уверена, что в этот раз я это все не смогу съесть. Я всегда так говорю, потом доедаю, но в этот раз я прям уверена. Вот так вот она запеченная с лимоном. Лимон вообще очень в теме. Единственное, лук вот здесь не очень как-то люблю. Я буду прям руками кушать. Здесь нету косточек. Очень люблю сочетание именно лимона и рыбы. Я посмотрела на свой канал. И просто посидела, подумала, чего у меня не было. Смотрю, у меня не было рыбы. Хотя я рыбку снимала. Просто так получилось, что это видео с рыбкой. Записалась без звука. И пришлось его удалить, хотя видео было очень интересным. Если вы любите рыбу, обязательно пишите в комментариях. Я буду снимать разные сорта. Сомгу, не знаю. Красную рыбу. Что-то интересное. Начнем с простого. Обожаю лимон. Загуглила и оказалось, что рыба это очень-очень полезная еда. В рыбе очень много витаминов. Очень много белков. Жиры, углеводы. То есть что только нету в рыбе. Я, значит, буду макать какой-то соус. Мама приготовила в каком-то соусе просто волшебном. Здесь, значит, у нас наршараб. Наршараб это по-азербайджански. А по-русски это уваренный сок граната. Как сочетается вообще. У нас принято, что рыбу обязательно кушают с наршарабом. Я не особый знаток рыбы, но такое сочетание очень вкусно. Вы знаете, и легко так приготовили. Нарезали, посолили. В духовку готово вытащили, съели. Когда жаришь столько мороки, вся комната провоняла бы рыбой. Ой. Здесь еще один соус, так скажем. Это соус из кизиля. Он такой кисло-сладкий, можно так сказать. Сейчас попробуем с ним тоже. Лук убираю в сторону. Как вы знаете, я не любитель лука. Хотя в последнее время я ем просто все. Давайте макаем в этот соус. Он такой красненький. Нет, мне все-таки нравится с наршарабом сочетание. Вот так вот. Намного лучше. Сегодня в инстаграм выложила видео. Наконец-то долгожданное, которое снимал профессионал. И реально, я поняла, что я вообще не умею снимать видео. Как же хорошо снимают профессионалы. Когда это целая команда. Когда там есть отдельный монтажер. Человек, который следит, например, за светом, за звуком. Получается вообще что-то с чем-то. На мой взгляд, получилось очень красиво. Даже есть вторая часть. Просто она не готова. Я не знаю, стоит ли ее выкладывать. Потому что это очень материалы, знаете, похожие друг на дружку. Вот. Просто видео получилось длиннее, чем 1 минута. Получилось 2 минуты. И я сама попросила сделать 2 видео, чем вырезать все это. Так что обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Если вам интересно посмотреть произведение искусства. Вот. Как же удобно кушать рыбку, когда в ней нету косточек. Ну, здесь почти нету. Я в последнее время очень много внимания уделяю своему инстаграму. Раньше это было совершенно не так. Раньше я в 2-3 месяца могла одну фотографию выложить. И все. Для меня все норм. Но сейчас... Даже дело не в том, что нужно развивать инстаграм тоже и все такое. Дело просто в том, что у меня появилась какая-то мотивация что-то делать. Я стараюсь каждую минуточку своего времени распределять правильно. И чтобы все успевать. Например, я дома, я вижу, что я накрашенная. Неплохо выгляжу. Могу сфотографироваться. Делаю фотографию, сразу кидаю в инстаграм. Я стараюсь свою лень привести к минимуму. Вот. Делать свой день максимально просто продуктивным. Для этого я встаю очень рано. Хотя у меня на работе свободный график. Я выполняю свою работу намного быстрее, чем это вообще нужно. У меня просто издельная работа. Я работаю в строительной компании. И иногда бывает, что, например, проект нужно сдать к определенному сроку. Вот. Я это делаю даже быстрее. Все-таки потому, что я чувствую ответственность. И YouTube так же. Каждый день обязательно на моем канале видео. Ну, там в один день у меня не было видео. Это просто по техническим моментам. Так получилось, что я сняла видео, а оказалось, что в них нету звука. Такие казусы, конечно, бывают. Но в общем и целом я стараюсь подходить ответственно и к той работе, и к этой. Раньше я всегда ложилась поздно. Смотрела какие-то фильмы и так далее. Сейчас я тоже как-то развлекаюсь. Вы думаете, я целыми днями работаю? Нет. Я, например, стараюсь совмещать приятное с полезным. Например, я не могу не смотреть YouTube. Вот. Я заядлый просто зритель YouTube. Если я один день, я не посмотрю своего любимого блогера, у меня все, у меня и факт. И тем более, как блогеру, блогеру обязательно нужно смотреть других блогеров. Чтобы развиваться, чтобы смотреть, кто что снимает и так далее. Что я делаю в таких случаях? Например, я глажу. Или делаю уборку в своем ящике. В этот момент на ноутбуке я включаю своего любимого блогера. Параллельно делаю свои дела и смотрю ее видео. Иногда могу в другую комнату пойти. Какой-то момент я могу и пропустить. Но в общем и целом, я не чувствую себя счастливой, если я только работаю, только создаю что-то. Я люблю и смотреть. Я вообще, наверное, с 13-ти, может, лет, с 15-ти лет очень активный зритель YouTube. И телевизор для меня это что-то древнее. Я вообще не смотрю телевизор, тем более наши каналы. Я узнаю о каких-то политических ситуациях в стране только через знакомых. Кстати, я хочу снять видео. Почему я про это вспомнила? Там один из пунктов. Я хочу сказать, что я не люблю политику. Я хочу 15 фактов о себе. Подобное видео я снимала, но я снимала очень давно. Тогда у меня не было такой аудитории. Я хочу, когда вы заходите на мой канал, чтобы сразу было это видео. А то одни и те же вопросы, знаете, миллион раз мне задают. По идее, я знаю, что это видео, знаете, супер много просмотров не наберет. Но зато мы с вами более ближе познакомимся. Я не буду в видео рассказывать одно и то же. То есть одни и те же вопросы не буду отвечать. Вот, например, как вы познакомились с Фатей, мне миллион раз у меня спрашивали. Фатя тоже сняла такое видео. И, знаете, это видео набрало очень мало просмотров. Но я знаю, ну и что. Зато мы с вами ближе познакомимся. Переходим к вот этой вот стороне. Как-то, знаете, легко пошло. Даже у меня сейчас такое ощущение, что я все это съем. Я уже съела, знаете, вот эту вот... Вот эту часть, можно сказать, половину как бы уже съела. И вроде как я не наелась. Буду чаще кушать рыбку. Соседи у меня прыгают прям. Хорошо, что никто не пилит. Хотя мы живем в новостройке. Слава богу, все с ремонтом закончили, соседи. За что я им благодарна. А что, знаете, иногда... Год назад, когда я снимала видео, только начала, можно сказать, свой YouTube-канал, мне постоянно сосед пилил. И причем он пилил днем. Пилил, сверлил, я не знаю, там дятел живет или что. У меня такое ощущение было, что он просто берет стену и делает там дырки. У него такой, знаете, интерьер. Никак не могла найти, кто это, потому что я заходила к соседям сверху. Они говорили, мы тоже слышим этот звук, но это не от нас. Прошлась по соседям, не нашла дятла. Потом как-то забила. А вы знаете, блогерство, это как вдохновение. Вот иногда бывает, я снимаю видео, и мне прям вдохновение, мне хочется снимать. А иногда я двух слов связать не могу, реально. Или настроения нет, или что-то произошло. То есть, например, на моей основной работе, там без разницы, есть у меня настроение или нет. Там очень сложные расчеты, там... Я вообще специалист очень узкой сферы сейчас, да. Ну, в общем, не хочу об этом... То есть, эту работу я могу выполнять, даже когда кто-то сверлит, и кто-то, не знаю, играет на пианино. Ну, вот именно блогерская работа. Здесь нужна тишина. Представляете, я снимаю видео, и кто-то здесь пилит, сверлит. И так далее. Лук-лук просто чисто для вкуса. Мама добавила. Мама знает, что я не ем лук. Вот в таком виде, тем более. Просто как бы рыба пропиталась вот этим вот луком, и очень-очень вкусно получилось. Вообще, на ошибках люди учатся. Как-то один раз я снимала видео про курицу, курицу-гриль, и там я кушала, и прям косточки складывала рядом. Я даже не подумала о том, что со стороны это будет выглядеть ужасно. И там в комментариях все начали мне писать, «Господи, где же твоя культура? Как ты так можешь?» Вот. И мама такая вообще начала меня ругать. «Что такое? Ты с ума сошла? Ты видела себя со стороны?» И так далее. Мне мама считала хейтера. Она все, что вы пишете, читает, и начинает меня ругать. Моя мама считает, что проверить из всего этого фидбэк. То есть моя мама считает, что нужно слушать свою аудиторию. Я выложила, например, фотографию в свой инстаграм. Господи, я не ожидала такой реакции. Все как один пишут, что я там в рваных джинсах стою в прихожей. Если вы подписаны на мой инстаграм, вы поняли, про какую фотографию сейчас идет речь. Я выложила фотографию. Вроде фотография неплохая, но там кофточка, но не супермодная, так скажем. Но я не всегда одеваюсь прям по стилю. И все как один пишут, господи, что за прикид. Айка, на тебя люди смотрят. Как ты можешь так одеваться? А до этого мама мне говорила, что это потрясающая кофта. Она очень хорошего качества. Это хлопок. Это хороший бренд. Ну и что, что? Ей два года. Тоже три. А сейчас мама почитала эти комментарии и убрала эту кофту подальше. То есть все равно, кто бы что ни говорил, комментарии как-то влияют. Я даже думаю удалить эту фотографию. С одной стороны, со мной как-то смешно, что все говорят в один голос, что ужасно. То есть это же не все хейтеры, да? Кто-то написал, говорит, обои некрасивые, стреманные, немодные. В общем, фотографии не зашла. Каждый написал, что да негативное. Я сделала вывод, вам не понравилось. Хочу продолжать вообще снимать вот такие вот интересные видео, как выложила в Инстаграм сегодня. Мне кажется, что это необычное, что-то вроде клипа, да? Но не как у всех. То есть я не видела блогеров, которые снимают вот под тип таких видео. Плюс чувствуется профессиональная съемка. Вообще всегда нужно развиваться. Всегда. Например, было бы у меня сейчас время, а оно обязательно будет, как-нибудь я хочу записаться на какие-то курсы монтажа. Хоть в моих видео это не нужно, то есть я снимаю, кушаю, и тут, знаете, так пламя выходит. Вам это, конечно же, неинтересно. Все взрослые люди, людям это совершенно не нужно, да? То есть у меня немножко другой контент. Для меня супермонтаж не нужен. но что-то уметь, это здорово. И нужно стараться как-то развиваться, нужно стараться что-то уметь. Может, в моем деле действительно монтаж совершенно не нужен, ну реально зачем, да, мне монтаж. Но я хочу научиться, я хочу что-то уметь, я хочу как-то развиваться. Я всегда вдохновляю люди, которые с чего-то добились. Мой босс, ему также столько же лет, сколько и мне. И вы представляете, он уже многого добился, то есть у него хорошая зарплата. Он специалист какой-то области, таких кадров мало. Я думаю, как круто. А все знаете почему? Потому что в университетские годы он еще и работал. А я только училась, потому что мой папа всегда мне говорил, что учись в универе, работать ты еще успеешь. А сейчас я, если честно, жалею. Люди, которые работали в те годы, когда я училась, например, можно было совмещать и обучение, и работу. Ну согласитесь, когда в универе мы учимся, мы же не все свое свободное время тратим на то, чтобы учить предметы. А я вообще училась от сессии до сессии. Не могу сказать, что на каждую лекцию я приходила на 100% подготовленная. Хотя у нас требовали. У нас спрашивали. У нас не было такого, что хочешь учи, не хочешь не учи. Каждый семинар у тебя спрашивали, как в школе уроки. То есть вот вчера тебе рассказали, сегодня рассказывай ты. я доедаю, ребят. Здесь почти ничего не осталось. Осталось 5 кусочков всего-то навсего. Пожалуйста, не пишите в комментариях, что я всегда говорю в начале видео, что я не смогу съесть, а потом кушаю. Ну, блин, миллион видео есть, где я не доедаю до конца. Это же неплохо, что я ем до конца. Потом все пишут, что я поправилась. Да, если честно, немножко поправилась, но у меня всегда так зимой у меня появляется просто зверский аппетит. Я прям не могу. Хочется кушать постоянно. На минутку я подумала, что камера отключилась. У меня сейчас столько планов, столько желаний. Я не понимаю, как в один день можно все это поместить. Если честно, вот эти хвостики я не очень люблю. Ладно, попробуем. Так, попробуем. Самое невкусное оставляю наконец. Хотя нет, ничего так, нормально. Хвостик как хвостик. Ничего необычного. Просто хвост. Но если вы никогда не ели рыбу с наширабом, обязательно попробуйте. Это просто нечто. Это должен попробовать каждый. хвостик. Так же во вторник мы с Ватей будем снимать для вас суши. Так же будем снимать видео к Хэллоуину. хотим как-то нарядиться. Что-то интересное для вас придумать. Не хочу спойлерить, но будет очень интересно. Давно уже не было нашего совместных видео. Я все снимаю, снимаю, но ее никак поймать не могу. В прошлом году я ничего не снимала к Хэллоуину. Но на Новый год я хочу снять праздничный стол. Несколько своих подружек и что-то такое. Интересно. Видео получается нереально длинное. Надеюсь, что вы будете смотреть его до конца. Потому что я их сейчас не очень люблю длинное видео. По большей части не смотрю. И последний кусочек. Вот сказать, что я прям наелась. Вообще обожралась. Нет. Правда жирненько, но не могу сказать, что прям наелась. Вкусняши просто. На этом все. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это было так, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Может быть, для вас это мелочь, для меня безумно приятно. Также обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Там я в режиме онлайн. Там вы можете увидеть, какое видео будет завтра, что я снимаю и так далее. Всем желаю удачного дня. Всем пока.